Актуальные вопросы, важные темы, компетентные мнения. Здравствуйте! В эфире первого Матищенского итоговая программа. Меня зовут Юлия Федориненко и прямо сейчас мы расскажем о самых значимых темах этой недели. Сегодняшний выпуск начнем с культурных новостей международного уровня. Главное событие лета состоялось. Пироговский рассвет определил победителей 8-го фестиваля исполнительского искусства. Это был один из лучших конкурсов за все годы его проведения. Такую оценку дали сами зрители, а их в этом году было более 5000. Они эмоционально поддерживали участников, ведь победитель определился в драматичной борьбе. Наш телеканал внимательно следил за подготовкой, помогал в организации и освещении этого мероприятия на всех этапах. И сейчас наш корреспондент Сергей Берзин, который прочувствовал атмосферу праздника и искренне болел за участников, готов рассказать подробностям. Пироговский рассвет приближается с вечера. Атмосфера как будто наэлектризована. Но это не предгрозовое, а это особое электричество. Оно эмоциональное. За годы проведения конкурса здесь воспиталась своя публика. Она ждет своих исполнителей, близких по духу и традициям. И находит их. Откуда бы они ни приезжали, из Франции или Армении, Польши или Венецуэлы, на пироговскую сцену мечтают попасть исполнители из многих стран. А как сами пироговцы рассматривают конкурс в контексте и без того насыщенной культурной жизни. Конкурс это престиж. Для новейшей истории пироговского и городского округа Мытищи это серьезнейшее мероприятие. Мы еще и саму по себе идею вынашиваем популяризация русской эстрадной песни. Одно из условий вы знаете, да, что каждый финалист этого шоу идет с тем, чтобы исполнить русскую эстрадную песню. Это непростое, но абсолютно творческое условие. Конечно, для многих исполнительный русский родной или второй родной язык. А вот француз Оскоскас по-русски не говорит, хотя считает, что все понимает. И песню подготовил на русском языке. Свою песню. А это уже барабанное открытие. Шоу барабанщиков Васильев Гроувс задает ритм самому конкурсу. Программу открывает украинка Марьяна Щербак. И видно, что публике она очень нравится. Ее лиризм, женственность, то, что всегда было отличительной чертой отечественной эстрадной песни. Жюри приступает к работе. В его составе композиторы, исполнители, продюсеры. Они дали путевку в жизнь многим известным музыкантам. Это их работа. На сцену поднимаются новые конкурсанты. Полячка Ульяна Колозичак поет в стиле Анны Герман. Она победила в конкурсе ее имени. И наш слушатель очень ценит этот стиль. Самые важные там оценки оценками. Самое важное, чтобы людям понравилось. За кулисами своя нервная жизнь. Внешне очень приветливая, а в душе какие электрозаряды искрят. Да еще и в самый разгар конкурса прошел дождь. В это время пела казашка Сая Сейтимова. Но шквал аплодисментов подтвердил. Это было лучшее выступление. Сая, поздравляем. Отличное выступление. Какие впечатления? Что скажете? Дождь как будто вам аплодирует. Слов нет. Я даже от счастья плакала, если честно. Я очень счастлива, что выступала на этот конкурс. И спасибо организаторам, что приглашал. Дождь не остудил и кубинку Раису Мартинес. Ее латиноамериканский темперамент понравился. И кажется, она претендовала бы на приз зрительских симпатий, если бы он был. Раиса, поздравляю, грация. Несколько слов. Какие впечатления? Все хорошо, все отлично. Я не знаю, я просто говорю по-русски. Опечатления? Вот что такое для вас пироговский рассвет? Мне нравится пироговский рассвет. Можно ли желать большего, если концерт нравится и зрителям, и исполнителям? Конкурс стремительно катит к своей кульминации. Каких только ярких страниц не подарили исполнители всего за несколько минут выступлений. И все это надо видеть. А главное, это особое отношение исполнителей к пироговским зрителям. Его продемонстрировал старый знакомый, почетный гость фестиваля Ладислав Бубнар. Два года назад он победил здесь, в Пироговском, и с тех пор сделал оглушительную карьеру в Чехии. Его называют «вторым Карелом Готом». Вот так рождается долгая творческая дружба. Но наступает самый важный момент. На сцену поднимается председатель жюри Андрей Биль. Работа в жюри – очень неблагодарное дело. Дело в том, что каждый из вас не похож на другого. Каждый из вас нашел своего зрителя, нашел в наших душах свое место. И сегодня каждый из вас – это тот бриллиант, который складывается в прекрасное ожерелье. Да, конкурсы проходят, и через какое-то время уже никто не помнит, ну, кроме историков, кто же победил. Но самое главное – с вами остается наша любовь, наше признание. И сегодня каждый из вас это признание по-настоящему заслужил. Поздравляю вас! Сегодня у вас целый стадион поклонников! Конечно, самый дорогой приз – внимание и благодарность публике. Но есть еще и гран-при. И тут безоговорочную победу одерживает Сая Сентимова. Ее песня и завершает этот неповторимый фестиваль музыки. «Солнце моё, взгляну на меня! Моя ладонь, вырослась в булок! И если есть мороз, дай огня! Для пироговцев этот конкурс без преувеличения долгожданный. Поэтому одним только вокальным действом организаторы не ограничиваются. Праздник начинается уже с самого утра спортивными мероприятиями. И надо сказать, что одни только соревнования по беговелу собирают чуть ли не все юное население Пироговского. Это и понятно, ведь на старт можно выходить уже с двух лет. Но и в таком юном возрасте спортсмены, для которых это первый старт в жизни, показывают отличный результат. Беговел – это не шутка и небеспечное времяпрепровождение. Это очень популярный спорт. Ребенок куда охотнее отталкивается ногами, чем крутит педали. На беговеле ребенок быстро учится держать равновесие, развивает ловкость и координацию движений. Прогулки на беговелах проходят динамично и увлекательно и для детей, и для взрослых. Ведь им надо поспевать за малышами. А те не против посоревноваться и со сверстниками. Уже с утра на стадионе труд ведется запись для участия в заездах. Здесь очень удобные велодорожки и где как не здесь ставить рекорды. В первую очередь личные. Соревнования эти традиционные и в трех возрастных категориях. Сюда приходят, чтобы проверить себя, как они выглядят по сравнению с другими. Как быстро ты уже ездишь? Ну я пока не понимаю, как быстро. Ребенок самоутверждается. В столь юном возрасте это особенно важно. А взрослые и сами готовы включиться в борьбу. Уж очень азартно она проходит. Вот только бы еще правильно понять, куда надо ехать. А то соперники умчатся и не догнать их. Хорошо хоть родители помогают. Мы действительно находимся в преддверии Дня физкультурника, который состоится 11 августа. И вот сегодня мы, да, в свое время самых маленьких, самых лучших физкультурников в нашем микрорайоне Пироговский. Наверное, вот приобщение спорта и начинается с этого двухлетнего возраста. Главное их заинтересовать. И это такой праздник спорта. Праздник спорта и хорошего настроения. Всех с праздником и всех за активный образ жизни и хорошее настроение. Если вы вступаете в спортивную жизнь с двух лет, это дает гарантию, что с вами всегда будет здоровье и много интересных событий. Неважно, какой вид спорта вы изберете, хоть все вместе. Главное, что само ощущение спортивной борьбы, полученное в детстве, не оставит вас никогда. А сейчас к официальным новостям. В среду в ходе строительного дня представители администрации рассматривали вопросы, связанные с переименованием улиц. Кому-то может показаться, что это вполне обычное дело, но в случае, если ваш адрес изменился, а вы об этом не узнали, возникает проблема. С такими сложностями столкнулись жители поселка Нагорное. Они уверяют, об изменении адресов узнали несвоевременно. В ситуации поручил разобраться глава округа Виктор Азаров. Домашний адрес – это та информация, которую каждый знает наизусть. Но некоторые жители поселка Нагорное с этим утверждением теперь вряд ли согласятся. Недавно их официальное место жительства изменилось. Только вот они об этом не узнали. При обращении в МФЦ возникали проблемы, вопросы. Какие? Адрес не соответствовал. Именно с адресами, что замен адреса было. Получается так, они приходят за определенными услугами, и эту услугу получить по каким-то причинам не могли. Глава округа Виктор Азаров ситуации уделил большую часть рабочего совещания «Строидня». Негодование жителей разделяет. Он сегодня приходит в МФЦ и дает паспорт. Ему читает, он улица Ленина там-то. А на самом деле он уже живет на улице Ленина там-то. В этом, наверное, недовольство заключается. Почему мы меняем, а жители об этом не извещаем. Подобные разъяснения мы делали и в газете, и неоднократно, и на встречах об этом говорим. Ну, видимо, не до всех, потому что мы же не можем охватить все население. Вы поменяли дом каким документом? Решением Совета депутатов. Поменяли дом. Об этом кто знает? Постановление соответствующее. Решение Совета депутатов утверждает адресный план. Утвердили адресный план. Это адресный план, где публикуется? Везде. На сайте, в газетах, везде. Дальше действия жителей в соответствии с этим новым адресным планом. Он живет уже по новому адресу. Что он должен сделать? Прогружается ФИАС. Вы сказали, он грузится ФИАС. Это информационная база какая-то. Житель приходит, дает паспорт. Сотрудник на ФЦ берет регистрация. Такая-то. А в ФИАСе у него другая регистрация. И что происходит? Что происходит? Он, Борис Константинович, скажет. Кому нужно, выдаем справки. Мы же заранее знаем, что есть определенный список жителей, у которых будут изменения адресов. Почему мы не могли их проинформировать заранее? Уважаемые, в связи с кем-то, тем-то, умные слова о том, о чем мы говорили, всем их писать и сказать. Вам необходимо провести перерегистрацию и прочее, прочее. Почему сейчас это происходит уже по факту, когда он куда-то обратился? Ну, согласитесь, это проблема для жителей. Проблемы должны быть решены, отметил глава. Ответственных лиц ждет отдельное совещание. Там же расскажут о том, как сейчас дают знать жителям об изменениях. Я хочу разобраться, как происходит, как проводятся слушания, какие слушания, всю законодательную базу по этому вопросу. В еще одном вопросе строительного дня жители отнюдь не заложники ситуации, а не ее причина. Недалеко от дома 1, дробь 1 по улице Станционной, горожане взяли в привычку проводить выходные с огоньком. Попросту превратили территорию в черте города в пикниковую зону со всеми вытекающими мусором и излишне веселыми компаниями. Два земельных участка находятся на праве аренды. Мы просили рассмотреть возможность либо их расторгнуть, либо обязать собственника привести их в состояние ограждения. Пускай стоит ограждение, пускай ограничивает доступ людей туда, если они не хотят, чтобы были к ним претензии. Арендаторы собирались строить на этой территории ни то кафе, ни то парковку, но пока там развлекаются шашлычники. Ну, подавайте в суды, расторгайте на оба участка. Как только вы подадите в суды, тогда начнется движение. Пока не будете подавать в суды, никакого движения не будет. Возможно, это станет стимулом для арендаторов навести на территории порядок. С новостройкой по улице Коминтерна, слава богу, все понятно. И адрес точный есть, дому присвоен номер 22. И строители сделали все как надо, а главное, уложились в сроки. Специалисты Главного управления Государственного строительного надзора Московской области проверили жилой дом, возведенный в рамках пилотного проекта ЖСК «Мытищи». Объект со дня на день торжественно сдадут в эксплуатацию. В многоэтажке будут проживать работники бюджетной сферы. Алла Сталаева продолжит тему. Предлагаем пройти по объекту, посмотреть завершенные работы. Три года прошло с тех пор, когда будущие хозяева квартиры этого дома собрались и объединились в кооператив. Работники бюджетной сферы, учителя, врачи, а также многодетные семьи с нетерпением ждут сдачи новостройки. Проверить, в какой стадии готовности находится дом, приехали сотрудники Главстройнадзора. Осмотр начали с подвальных помещений. Где расположены насосная станция и индивидуальные тепловые пункты. В ТП у нас также подогрев воды на дом. То есть дом полностью подводится только холодное водоснабжение. Дальше в ТП приготовляется вода горячая. Дом представляет собой 17-этажный трехсекционный монолитный каркас. Стены выполнены из блоков. Снаружи вентилируемый фасад с утеплителем. На первом этаже разместят нежилые помещения общественного назначения. Входные группы широкие с отдельным лестничным противопожарным ходом. Это у нас лифтовый ход. Помещение, где постоянно, наверное, наибольшее последующее пребывание. Здесь у нас предусмотрено в каждой секции помещение консьержки. Каким будет дом, решали сами жители. Индивидуальное проектирование позволило предусмотреть все детали. Учли и необходимость создания комфортных условий для маломобильных групп населения. Рядом с лифтом имеется кнопка вызова диспетчера. Представители надзорного ведомства осмотрели и квартиры. На этажах их расположено по четыре. А зашли инспекторы в четырехкомнатную, площадь которой составляет 110 квадратных метров. По словам представителя правления ЖСК, воплотить мечту об идеальном доме было непросто. Мы сталкивались с большими проблемами. И если бы не наша администрация, одни бы мы их не решили. Но я хочу еще сказать большое спасибо людям, которые поверили в этот проект, поверили в меня. Потому что основная деятельность, конечно, легла направление. И вот эта вера, вот эта любовь к своему городу и желание в нем жить, жить достойно, победила все препятствия. Дом рассчитан на 192 квартиры, среди которых 48 однокомнатных, 82-комнатных, 48 трехкомнатных и 16 четырехкомнатных квартир. Никаких тесных площадей, только просторные комнаты и кухни. Здесь сразу чувствуется, жильцы старались для себя. По техническому заданию застройщика, это члены ЖСК Мытищи, был выполнен, что в квартирах мы подводим все коммуникации, магистральные стояки, выполняем чистовую стяжку. И дальше уже каждый житель под свои индивидуальные возможности, потребности делает разводку, освещение и внутреннюю отделку, как захочет. Контролирующим ведомством за время строительства дома было проведено 10 проверок. Все замечания устранялись вовремя и в срок. Готовность дома хорошая. При предоставлении ключевых актов и справок о выполнении технических условий, застройщику на основании заявления будет выдано заключение о соответствии. Внешний дом уже готов к заселению. На прилегающей территории обустроены детская и спортивная площадки. Есть места для отдыха. Установлены скамейки и малые архитектурные формы. Выполнено озеленение с посадкой кустарников, посевом газонов и устройством цветников. С другой стороны дома площадка на 200 парковочных мест. Стоит отметить, что новостройку сдали на год раньше, ведь окончание строительства по плану было намечено на 2019 год. Уже в августе собственники квартиры получат заветные ключи. Впереди их ждет ремонт и долгожданное новоселье. В это время на одном из градообразующих предприятий подвели итоги конкурса профессионального мастерства. Накануне лучшие сварщики, фрезеровщики и токари АО «Метровагонмаш» предстали перед компетентным жюри. Участники соревнования показали хорошие теоретические знания, а затем мастерски применили их на практике. Но первыми оказались всего трое. По одному в каждой номинации. Таковы условия. Кто они? На церемонии чествования сотрудников АО «Метровагонмаш» победителей конкурса профессионального мастерства побывала Надежда Трифонова. Мытищинский машиностроительный завод был основан более века назад. Сегодня АО «Метровагонмаш» – мощное предприятие, изготавливающее подвижной состав для метрополитенов 11 стран и рельсовые автобусы, которые эксплуатируются в России и за рубежом. Только представьте себе, сейчас по рельсам курсируют 9 тысяч вагонов, вышедших из мытищинских цехов. Ежедневно они перевозят 16 миллионов человек. Поэтому работы мы все обеспечены. Будем еще открывать новые рабочие места. Поэтому еще раз поздравляю вас с вашими победами. Спасибо за участие в конкурсе. А теперь приглашайте самых лучших. Без сомнения, на таком предприятии должны работать профессионалы. Но многим из них мало этого титула. Выбрать лучших из лучших помогает конкурс профессионального мастерства. Так на днях руководители АО «Метровагонмаш» чествовали победителей очередного трудового соревнования. Естественно, была конкуренция. Естественно, что ребята старались. Они все молодцы. Потому что, конечно, есть какое-то определенное волнение. Какие-то, может быть, недочеты. Естественно, люди допускали. Участники переживали, волновались. Но в целом конкурс прошел хорошо. Хорошо. Фрезеровщик Янаш Золотани стал одним из победителей в этом году. Он не в первый раз демонстрирует свое мастерство жюри. Эта награда для него пятая по счету. С каждым годом все сильнее и сильнее участники конкурса. И здесь, и на других заводах, когда у нас по холдингу идут. Всегда повышать свое мастерство. Только так. Интересно, что в конкурсе профессионального мастерства помогут принять участие только специалисты, не перешагнувшие 35-летний рубеж. Но это еще не все. Прежде молодой заводчанин должен завоевать доверие старших, в том числе своего непосредственного руководителя. Улучшаешься для себя, стараешься сделать лучше, чтобы другие тянулись к этому, чтобы все понимали, что это нужно и для нас, и для завода. Токарь Артем Бадулин. Также победитель трудового соревнования. Традиционно жюри выбирает троих лучших заводчан. Фрезеровщика, токаря и сварщика. Конкурентов сварщиков в этом году обошел Андрей Кулаков. Он работает в цехе номер пять. Напоследок раскрою все карты. Победители конкурса профессионального мастерства получили не только грамоты и цветы. Их ждут денежные премии. Однако почивать на лаврах им рано. Впереди соревнования, которые проводит АО «Трансмашхолдинг». В состав этой крупной российской компании входит Матичинский завод. Продолжим транспортную тему. Льготную карту «Стрелка» теперь можно оформить в МФЦ Московской области. Такая услуга доступна учащимся и военным пенсионерам. Кроме того, в скором будущем через МФЦ можно будет восстановить защитный код транспортных карт, а также совершить возврат или обмен карты. Подробности нам рассказали специалисты Матищинского многофункционального центра. Карта льготной тарификации «Стрелка» дает пассажиру право оплачивать проезд на общественном транспорте, обслуживаемым по регулярным тарифам, с учетом установленной системы скидок. Карта действительно на период предоставления пассажиру мер социальной поддержки. «Оформление карты «Стрелка» на проезд заявитель может оформить самостоятельно, дома. По стечению одного до пяти рабочих дней ему необходимо подойти в ближайшее МФЦ и оформить уже получение данной карты. Также мы предоставляем заявителям компьютеры в общем доступе. Есть у нас координаторы, которые помогают в оформлении». Использовать льготную карту могут следующие категории граждан. «Обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях Московской области, обучающиеся, которые проживают в сельских населенных пунктах региона». «Третий вид карты «Стрелка» предназначен для лиц, получающих пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе в органах по контролю за оборотом на наркотиках, наркотических средств. «Которые имеют удостоверение, но еще не достигли пенсионного возраста». Для получения карт через МФЦ заявителю необходимо номер заявки, оформленный на региональном портале государственных услуг и документ, удостоверяющий личность. По всем возникающим вопросам можно обращаться в МФЦ городского округа Мысище. «Мы консультируем, говорим необходимый комплект документов, проверяем документ на подтверждение, имеется ли данная льгота, может ли человек ее оформить. И уже рассмотрев все документы, можем сказать, положено человеку либо нет». В 2018 году за первые 10 поездок пользователи карты «Стрелка» платят 32 рубля 92 копейки. На последующие 10 поездок уже действует скидка 7%, и стоимость проезда составляет 30 рублей 62 копейки. С 51 и далее скидка составляет уже 35% от начального тарифа, и стоимость проезда 21 рубль 40 копеек. Существенные скидки остаются для студентов и школьников. По единой транспортной карте учащихся с первой по 35-ю поездку в месяц тариф составит 16 рублей 46 копеек. Предоставление бесплатного проезда многим льготным категориям граждан позволит кроме решения первоочередных задач еще и обеспечивать досуг. А ведь на самом деле за чудесами далеко ехать не надо. Вот, к примеру, Матищинский лесопарк. Если еще не были, обязательно посетите. Там начинают работу конный клуб, и теперь можно брать уроки верховой езды. В конюшню уже завезли лошадей, животные прошли адаптацию и готовы к конным прогулкам. К приходу посетителей все готово и в шашлычной зоне. Обо всем по порядку. Жанна Лавянникова. Таких статных красоток с именами из мира высокой моды в новом конном клубе Матищинского лесопарка сейчас четыре. Каждое утро чистка шерсти и обход новой площадки. Ведь уже в субботу, 11 августа, эти представители конного семейства встретят первых гостей. Здесь будут обучать верховой езде и проводить прогулки по лесопарку. Они уже здесь привыкли. Вот сегодня они четвертый день здесь, да. Вот, уже обжились. Мы уже практически тут все попробовали. Все у нас как бы пока идет нормально. В основном задача стоит, чтобы люди еще и общались с лошадьми. Хотя бы привыкали, что с ними можно уже гулять, выходить. Все лошади из Подмосковья. На днях привезут еще двух из Тульской области. Давать уроки езды будут профессиональные тренеры. Здесь есть плат, пригодный для обучения детей. Он огороженный, то есть безопасный. И есть выход в леса. Если все пойдет хорошо, в скором времени не исключены занятия ипотерапией. Верховая езда признана официальным видом лечения. Таким оригинальным методом избавляют от многих заболеваний. На счету тренера Алисы Пчелинцевой и четвероногих докторов выздоровевшие пациенты уже есть. Девочка, которая, значит, она не ходила, не сидела, она за год начала сама садиться. Но ипотерапия еще только в планах, когда штат сотрудников станет побольше. Кстати, еще до открытия помогать в конюшне захотели около 20 волонтеров. Им в том числе благословение сегодня дал священник Георгий из Никольского храма поселка Дружба. Вместе с конным клубом в парке заработала и пикниковая зона. Приготовили первый шашлык. В рецепты мы свои не выдаем. Это тайна с семи печатями. Такие мангалы тут предусмотрены у каждой беседки. Можно приходить со своими продуктами, а можно приобретать и в парке. Прийти просто отдохнуть или отпраздновать здесь какую-нибудь важную дату. В городе есть огромный запрос, и к нам поступают от обращения жителей. И были предприняты шаги, которые бы привлекались сюда семьями. Не просто шашлык пожарить, а именно семейный отдых. Пожарить шашлык, заняться спортом, покататься на лошади или просто прогуляться. Теперь все это здесь, в лесопарке. Заходить удобнее со стороны Пироговского шоссе. Шашлык в лесу. Звучит заманчиво. Но, увы, не все могут себе позволить такое удовольствие. А все потому, что внимательно следят за своим рационом питания и предпочитают в него включать исключительно полезные продукты. А как узнать, что они полезные? Мы привыкли думать, что об этом нам сообщает этикетка. Порой мы руководствуемся яркими слоганами и заявлениями при выборе того или иного продукта. Но всегда ли надписи это забота о покупателе? Наша съемочная группа решила проверить. Внимание на экран. Содержит витамины, идеально для похудения, без холестерина. Такими надписями пестрит едва ли не каждая вторая упаковка в магазине. Казалось бы, забота о покупателях сразу можно выбрать самое полезное. На самом деле выгодно это только продавцу. Что делать маркетологи? Главное взять какое-то качество и выдать его за преимущество. Судя по этикетке, в этом масле витамина Е больше, чем в стоящем рядом. Рука так и тянется к полезному продукту. Двойная сила и польза витамина Е. То есть намекают на то, что масло полезно тем, что там есть витамина Е. На самом деле, в каждом масле есть витамин Е. Так что надпись Е на этой этикетке просто рекламный трюк. Хотите купить продукт с действительно повышенным содержанием ценных микроэлементов? Тогда берите товар с пометкой «Обогащенный». В таком витаминов не меньше 20% рекомендуемой суточной нормы. У прилавков с молочными продуктами тоже нужно быть внимательным. Судя по названию, это масло. Пишут вроде масло. Если присмотреться, более мелким шрифтом уже написано масло, растительно-сливочное. То есть, смотри, получается заменитель молочного жира. То есть заменили рафинированным, дезодорированным, модифицированным растительным маслом. Пальмовым, совым, рапсовым. Пальмоядровым, ядровым, даже кокосовым. То есть какое же это сливочное масло, если здесь даже нет основного молочного жира. Зато полно опасных транжиров. А вот творожок ласковое название скрывает подмену полезного творога суррогатами. Если мы посмотрим состав, в общем, здесь одни консерванты. И хранится этот творожок, якобы, может даже больше месяца. Настоящий творог несколько суток хранится. Производитель безлактозного молока беззастенчиво утверждает, что перед нами полезное удовольствие. Это о молоке, которое лишено своего основного компонента. Только польза и ничего лишнего. И пишут, тут же не содержит лактоза. Кому может быть безоговорочно полезен этот продукт? Разве только людям, у которых есть лактозная недостаточность? Для всех остальных он абсолютно необязателен. Никакой пользы дополнительной не принесет. Как бы броская надпись вас не очаровала, переверните упаковку и прочтите состав. Чем он короче, тем продукт полезнее. И помните, срок годности натурального изделия исчисляется сутками, а не месяцами. Не доверяете супермаркетам? Тогда отправляйтесь на рынок. Там сейчас такое изобилие полезных продуктов. Дары лета превзошли все ожидания. Это, естественно, отразилось на облике плодовочных рынков. Как правильно выбрать совсем не экзотические лесные и садовые ягоды, расскажет наш корреспондент Сергей Берзин. Он прогулялся по торговым рядам и узнал, откуда товар. Мы объехали все местные рынки, искали, где самый богатый выбор ягод лесных и садовых. Вот он, этот ягодный оазис. Никому здесь не интересны бананы, ананасы, когда созрели свои, знакомые с детства, калинки, малинки. Такой рыночный лоток может заменить аптеку. Глаза разбегаются. Скажите, откуда приходит сюда эта ягода и как ее чаще всего используют люди? Она приходит из Владимирской области, особенно лесная ягода, да? Садовая. Это садовая. Вот для чего, например, ежевика идет? Больше детям берут, для малокрови. А, то есть витамин? Да. А вот и нечастый гость наших прилавков. Крыжовник. Он идет на варенье, как раньше, или на что-то новое, как уже сейчас. А отличный получился? Не отличишь от настоящего заморского фрукта? Еще лучше. Еще лучше? Конечно. То есть вы советуете, да, вот такое, перекрутить? Перекрутить, апельсин только нужно добавить и будет вообще царское будет. Это варенье? Варить не надо. То есть добавляется сахар? Сахар, апельсин, обязательно апельсин. Идем дальше. Видим, как придирчиво выбирают ягоду знатоки. У них есть чему поучиться. Для здоровья, витамины. А как вы ее используете? В смысле, вот нет, я только в свежем виде и на зиму замораживаю. В этом году вы какую особенно предпочитаете? Все, вот что по сезону появлялось, все поели. Все, что появилась первая черешня, поели черешню, потом вишня. Ну все, что вот по сезону появляется, все берем и употребляем обязательно. А вообще ягодный сезон получился? Да, да, ой, вообще много, да, много всего, много всего и цены приемлемые. До осени еще далеко, но приближается и ее изобилие. Лисички вот первые пошли, да, уже? Да, лисички отличные. Это первый урожай, вот. Но это лесные? Это лесные, да. Малина, например, вот эта, шикарная малина, посмотрите. Тут чистый вес килограмм, люди берут, все довольны, ни одну ягоду не выкинете. Хороша ягодка, ничего не скажешь, но уж больно хрупкая. Вкусная и полезная она всего-то несколько часов после сбора. А насколько она безопасна? Да, это черника, это лесная ягода с Владимирской области. Так же, мы ее проверяем на радиацию, все в обязательном порядке, ну, независимо, да, что к чернику. Все, что касается леса, это грибы лесные, черника, клюква, брусника, земляника. А были ли случаи, когда вы отбраковывали? Были, были случаи, но это очень редко, это не применение. Ее конфисковали и отправляли уже на сжигание. Но это очень редко, в этом году у нас ничего не было. Для полной уверенности в качестве даже самых красивых ягод можно взглянуть и вот в такие листочки. Это экспертное заключение. Оно должно быть у каждого продавца. Покупатель может с любой спросить, именно вот, что он захотел, где, да, вот на лесное. Ну, не обязательно на лесное, просто здесь на данный момент мы про ягоды говорим, то спросить заключение, проверялся ли у вас черника там или клюква или что-то другое, что он хочет выбрать. Дляца и дляца летние денечки, а мы радуемся обилию ягод. В них столько силы и здоровья. Грех пройти мимо, а то зимой жалеть будем. Таковы были главные события уходящих 7 дней, вкусных и интересных выходных. Увидимся в следующую субботу в 20.45. Команда Первого Матищенского работает для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова